День города. В студии Максим Васильев. Здравствуйте. Главная тема дня. Сами и метлой, и веником жители одного из домов по Касимовскому шоссе жалуются на управляющую компанию. Беспокойство под контролем. Половодье в Рязанской области захватывает все новые территории. Всех посчитают. В России проводят перепись воробьев. К весне оттаивают не только дороги, но и тротуары, дворы. Не оттаивают только сердца сотрудников управляющих компаний. По крайней мере, именно так считают сегодня жители одного из домов по Касимовскому шоссе. По их словам, обязанности дворника и уборщицы частенько приходится выполнять самим. Почему про них забыли и забыли вообще, выяснял Валерий Седов. Это двор дома номер 48 по улице Касимовское шоссе. Дворника здесь, как утверждают местные жители, никто не видел уже очень давно. Вместо него убираются сами. Конкретно здесь выходит мужчина. Подметает и скалывает лед. А он, на секундочку, человек с инвалидностью. В подъездах история та же. Уборщицу последний раз видели в ноябре. После приходила она только по вызову, когда жители всю горячую линию звонками оборвали. И при этом за такое исполнение обязанностей никакого перерасчета нет. В отчет на ваше обращение от 31.01. Рязанская ПМПК-3 сообщает, что на вашем доме проводится уборка лестничных клеток, закрепленной уборщицей. Согласно графику, влажная уборка выполнена 1.02. Все. Никакого перерасчета мы не получим в связи с этим. Дальше уборщица появилась буквально три раза. Вот с 1.02. Ну, как бы это не есть норма. Плата за уборщицу включена в строку содержания жилья. Сумма зависит от многих факторов, включая метраж квартиры. Да и деньги эти идут не только на уборку помещения. Однако, например, собственник трехкомнатной квартиры платит 1340 рублей в месяц. Ситуация ухудшилась после ремонта в подъезде. Всю побелку оставили на полу и стенах. Сказали, что уберут, когда закончится ремонт. Но, говорят жители, ввоз и ныне там. Пришлось частично мыть самим. Вот вчера я разговаривала с мастером, провела ее по подъезду. Говорю, вы видите, что побелка кругом. Она сказала, ну ничего страшного, ведь раньше же вы мыли сами площадки, сейчас помоете. Ну, мы активны, как они говорят. Мы им уже надоели, мы их достали. Да, она говорит, мне она вообще ответила, что я могу хоть в Москву звонить и писать. Однако, в управляющей компании РЭКС говорят, что уборщица в доме появляется строго по графику. Раз в месяц на влажную уборку, раз в неделю, чтобы подмести. А грязь в подъездах связывают с погодными условиями. Мол, то оттепель, то заморозки. Дорожки посыпают песко-соляной смесью, которую жильцы на подошвах подъезды приносят. Оттого грязно и было. Хоть каждый день. Только за отдельную плату, которая будет стоить за содержание жилья. Сейчас законам это допускает. Жители дома говорят, что их беспокоит скорее отношение управляющей компании, которая с ними совсем не в контакте. Дескать, на жалобы отписываются, на просьбы не реагируют. Схожая ситуация была с деревьями во дворе, часть из которых уже лежит на проводах. Жители рассказали, что после обращения к мэру города приехали специалисты. Осмотрели деревья и спилили уже те, которые практически лежали на земле. Остальные пока стоят. Быть может, ждут своего часа. По данным управления МЧС Паризанской области, за сутки уровень воды в оке стал выше на 54 сантиметра и составляет 232 миллиметра выше нулевой отметки гидрологического поста в Рязани. Вода, как видим, медленно, но верно прибывает. Впрочем, серьезных поводов для беспокойства пока нет. 232 сантиметра выше нулевой отметки в оке показатель некритичный. В апреле прошлого года, например, цифры эти уходили и за 330. Другое дело, что пока что большая вода в условиях малосолнечных дней, которые могли бы где-то и подсушить, неотвратимо приближается к населенным пунктам. Реки Мокша, Ранова, Проня, Верда прибавляют с каждым днем по 20-30 сантиметров. И это вроде бы должно вызывать беспокойство, но в сравнении с прошлыми годами все на самом деле не так вещи. Даже участки автодорог подтапливают там, где и раньше. В общем, пока без сюрпризов. За сутки подтоплен один участок дороги Шумуш-Заокское-Коростово в Рязанском районе. Остаются подтопленными 13 низководных мостов. На территории Рязанской области организовано 6 лодочных переправ. Жизнеобеспечение населения не нарушено. Эвакуация населения не требуется. Движение транспорта по мостам прекращено. Установлено ограждение и запрещающие знаки. Проведено оповещение населения. Обстановка находится на постоянном контроле Главного управления МЧС России Рязанской области. Ежедневно проводится мониторинг оперативными группами. Используются беспилотные летательные аппараты. Это раньше облет территорий на самолетах был жизненно важен. Сегодня роль разведчиков выполняют дроны, а информация с датчиков, установленных на гидросооружениях, поступает прямо на пульт ЦУКС Главного управления МЧС России Рязанской области в режиме онлайн. Пока что большая вода превратила в малую землю 9 населенных пунктов. 4 в Сапожковском районе, 3 в Путятинском и 2 в Старожиловском. Всем необходимым эти территории, судя по всему, полностью обеспечены. Впрочем, основные события еще впереди. Ближайшие дни в регионе будут дождливыми, а значит уровень воды в реках будет прибавлять еще. 20 марта во всем мире отметили День воробья. Внимание к маленькой неприметной и такой привычной вроде бы птичке не случайно. Численность воробьев стремительно сокращается. Ученые буквально бьют тревогу. Что с ними не так, разбиралась Марина Романюк. Серокоричневые маленькие птички, звонко чирикующие повсеместно, знакомы каждому с детства. Воробей птица, которую любой, даже далекий от знания фауны, человек узнает с первого взгляда. Однако и среди воробьев бывают разные виды. Скажем, в Рязанской области различают домового и полевого. У первого серая головка, у второго черные пятнышки на щечках, а головка коричневая. Между тем, стайки и тех и других от года к году редеют. Есть несколько предположений, почему так происходит, но ни одно из них пока не доказано. Возможно, здесь влияет то, что сейчас очень сильно изменился способ застройки городов. Очень много домов имеют конструкции из каких-то плотных материалов, плит, пластиковые окна. И для воробьев исчезли привычные места для гнездования. Ниши, какие-то укрытия, щели в стенах домов. Чтобы понять, насколько меняется численность, воробьев нужно проводить многолетние наблюдения на больших территориях. И помочь в этом ученым может абсолютно каждый. Акция «Всероссийская перепись воробьев» идет у нас всю неделю с 20 по 26 марта. Для того, чтобы принять участие в ней, нужно найти все материалы о воробьях в нашей группе ВКонтакте. Это «Рязанский клуб птицы» или на всероссийском уровне в группе «Союза охраны птиц России». Там есть вся информация, как можно поучаствовать в этой акции. В конце марта воробушки разбиваются на пары и начинают гнездиться. Скоро они будут откладывать яйца и высиживать птенцов. А пока в общественных пространствах возле кустарников и прошлогодней травы можно наблюдать большие веселые стайки задорно-чирикающих птиц. Воробьев. На базе Рязанского отделения Банка России впервые прошла дискуссионная площадка «Финансовая доступность для МСП» – малого и среднего предпринимательства. Участниками онлайн-встречи стали представители бизнеса из всех регионов ЦФО, эксперты Банка России, органов власти, деловых сообществ. С добросовестного бизнеса этот ресурс снимает лишние вопросы, а рискованному может и вовсе отказать в сделке. Речь идет о платформе «Знай своего клиента». С прошлого года она включает в себя информацию обо всех юрлицах и индивидуальных предпринимателях Рязанской области. Все они поделены на три группы риска. В красной – те, кого регистрируют для заключения фиктивных договоров, теневых финансовых операций и прочих мошеннических схем. Зеленые – представители добросовестного бизнеса. Средний уровень риска. Здесь важно понимать, конечно, что это за клиенты. В первую очередь, в эту группу риска могут попасть те хозяйствующие субъекты, которые ведут реальную хозяйственную деятельность, но при этом они часть своих денежных средств, часть оборотных денежных средств предпочитают направить на обналичивание, например, на обналичивание, на вывод части денежных средств, теневой оборот, таким образом совмещая реальную хозяйственную деятельность с теневой. Также в эту категорию могут попасть хозяйственные субъекты, которые, например, оформлены на генеральных директоров или учредителей, ранее замеченных в управлении красными клиентами. В зеленой зоне больше 97%. Это данные по стране. В Рязани эта цифра от добросовестных бизнесменов больше, хоть и на чуть-чуть 98%. На платформе «Знай своего клиента» можно оспорить попадание в ту или иную группу риска. Но, как правило, бизнесмены из той же красной зоны делают это редко. Такой статистикой поделился замдиректора Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Евгений Хамидский на дискуссионной площадке «Финансовая доступность для МСП». Ее задача – показать предпринимателям те возможности, которые у них есть. Я хотел бы остановиться на региональном сервисе, ориентированном непосредственно на бизнес, где инвесторы и банки ищут друг друга. При обоюдной заинтересованности сторон в сотрудничестве инвестор непосредственно обращается в кредитную организацию для дальнейшего взаимодействия по получению финансовой услуги. А задача, упомянутая электронной площадки, считается выполненной. Этот сервис мы назвали «инвестиционный маркетплейс». Это, кстати, одна из проблем, которую сформулировали на округлом столе по привлечению финансирования в Рязань и Рязанскую область. Тогда и решили создать такое приложение. На комиссии Госсовета России по направлению инвестиций разработку рязанцев назвали одной из лучших. Это подводит к другой важной задаче – расширение онлайн-сервисов. Считается, что такая мера поможет бизнесу развиваться. С Новым годом можно поздравлять сегодня всех, кто следит за вселенскими процессами. 21 марта наступил астрономический, год, с чем связаны древние праздники и ритуалы. Но и сейчас люди стараются следовать природным циклам, поэтому интуитивно или намеренно многие придерживаются некоторых праздничных традиций. Календарная весна пришла уже три недели назад, но фактически считается, что в свои права она вступает после дня весеннего равноденствия. Солнце, перемещаясь по созвездию рыбы, подошло вплотную к небесному экватору и 21 марта пересекает его и переходит из северного полушария земли в южное. В северном полушарии наступает астрономическая весна, а в южном осень. В России 21 марта длится 12 часов, день и ночь столько же. Далее продолжительность светового дня начинает стремительно увеличиваться, а ночь уменьшаться. Как правило, с началом астрономической весны заметно теплеет. Ночи перестают быть морозными. Весеннее равноденствие в 23 году приходит в сочетании с новолунием. Такое роковое совпадение сопровождается особенной энергетикой. Новолуние в Овне – это новолуние всегда как некий толчок для всего нового. То есть у нас две недели для того, чтобы делать шаг вперед, для того, чтобы чего-то достигать. И самое, что удивительное, все шаги, которые мы сейчас предпримем, мы можем оценить их значение в октябре этого года, то есть когда будет полнолуние в Овне. То есть через 6 месяцев. И тогда мы можем уже подвести какие-то итоги. В день новолуния многие испытывают не только прилив энергии, но и резкие перемены настроения. В это время настоятельно рекомендуется контролировать свои эмоции и не допускать конфликтных ситуаций. Постараться сохранять спокойствие. Новолуние наступает в 20-23 по Москве. Это отличный период для того, чтобы задуматься о своих целях и начать движение к ним. Не бойтесь рисковать и стремиться к успеху, но помните, что важно сохранять баланс и не забывать о родных. Нельзя никому ничего плохого говорить. Нельзя рассказывать о своих планах. Если мы что-то делаем, то это буквально молча делаем шаг вперед, старательно никого не обижать. Потому что очень сейчас много этих моментов, когда мы словом можем кого-то очень серьезно задеть. Ни в коем случае это сейчас делать не рекомендуется. Весна – время обновления, поэтому в день весеннего равноденствия рекомендуется прибраться в доме, вынести мусор, тем самым освободив дорогу весне и переменам. Неплохо избавиться и от душевного мусора, постараться простить обиды, перестать брониться, попросить прощения. Наши предки в день весеннего равноденствия возносили молитвы богам плодородия и совершали ритуалы, призванные подарить богатую счастливую жизнь, готовили праздничное угощение. Так что и в наши дни рекомендовано загадывать желание в этот день. На этом у нас все еще больше новостей. На нашем сайте www.gorod62.tv и на наших страничках в соцсетях. Всего доброго. В клинике семейной на базе стационара работает Центр акушерства и гинекологии. Комплексный подход к здоровью женщины, проведение малоинвазивных гинекологических операций любой сложности, безопасная анестезия, быстрая реабилитация и комфортное пребывание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова